МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Личный состав Управления внутренних дел в дни фестиваля искусств Славянский базар в Витебске полностью обеспечит общественный порядок и дорожную безопасность. Для этого Витебская милиция будет переведена на усиленный вариант несения службы. Будет сформирован сводный отряд, в котором наряду с витебскими милиционерами будут нести службу работники других территориальных подразделений органов внутренних дел. Предоставят свою помощь и Управление внутренних дел всех областей нашей страны. Новшеством этого года станет использование передвижного видеокомплекса, который сотрудникам витебской милиции предоставят на время проведения фестиваля коллеги из Минской области. Это своего рода, я говорил, что это своего рода видеофиксация, это доказательная база. Если совершилось какое-то правонарушение или преступление, то это можно использовать как доказательную базу. С другой стороны, это сдерживающий фактор. Когда граждане знают, что идет наблюдение, в тех местах, как правило, и правонарушение преступлений совершается. Это просто опция, дополнительный ресурс, который нам позволит более качественно выполнять наши функции по охране общественного порядка. Традиционно в местах проведения мероприятий будет организован личный досмотр граждан. Начинать работу досмотровые зоны будут за два часа до концерта, чтобы все зрители смогли успеть пройти пункт пропуска и занять свои места в зале. Особое внимание начальник управления внутренних дел обратил на то, что правила нахождения несовершеннолетних на улицах города в Дниславянского базара не изменятся. Милиция, конечно же, будет реагировать, если несовершеннолетние будут находиться без сопровождения родителей после 23 часов вечера и до 6 утра. Поэтому хотел бы предупредить родителей, чтобы не было каких-то эксцессов и прочих вещей несовершеннолетние были в сопровождении старших, взрослых. Если же будет другая ситуация, то сотрудники милиции будут вынуждены реагировать и принимать меры административного воздействия в отношении родителей. Благодаря тщательно организованной системе безопасности за последние 10 лет во время проведения фестиваля «Славянский базар» в Витебске серьезных чрезвычайных происшествий допущено не было. Витебск во время «Славянского базара» превращается в настоящий вернисаж товаров и услуг, где порой так трудно определиться, на чем остановить свой взгляд или сделать выбор, чтобы приобретенная покупка оставила приятное впечатление от города над Двиной. Открытое акционерное общество «Витрайбыт» уже десятый год участвует в праздничной торговле на улицах и площадях фестивального Витебска, радуя гостей и жителей города своей фирменной продукцией. Традиции качества этого предприятия проверены временем, а широкий ассортимент удовлетворит самый изысканный вкус. Одеяло, подушки, постельное белье, полотенце и многие другие товары, производимые открытым акционерным обществом «Витрайбыт», изготовлены с особой любовью и старанием работников предприятия. Многие горожане и гости Витебска уже по достоинству оценили продукцию из натуральных тканей, которые не деформируются и сохраняют приятный цвет после многократных стирок. А возможность заказать наволочку, пододеяльник или полный комплект постельного белья нестандартного размера из приглянувшейся ткани делают услуги «Витрайбыт» еще более востребованными. Открытое акционерное общество «Витрайбыт» в десятый год принимает участие в ярмарочной торговле в рамках фестиваля «Славянский базар». Мы рады приветствовать гостей фестиваля и жителей города и приглашаем в наши фирменные павильоны за покупками. Приходите, покупайте, радуйте себя и своих близких. Инновации – путь к успешной интеграции. Международный форум с таким названием пройдет в Витебске с 8 по 10 июля. Главная его цель – знакомство представителей бизнеса Словакии с экономическими и культурными возможностями нашего региона. Международный форум призван способствовать налаживанию партнерских отношений между конкретными субъектами хозяйствования. От разговоров желательно перейти к каким-то очень конкретным проектам. Пускай они будут небольшие, потому что это впервые такая встреча проводится, я имею в виду, в рамках Славянского базара и такого плана форума. Но чтобы и словацкая сторона увидела, поскольку ведь за рубежом очень осторожно относятся к организации любого бизнеса на незнакомой территории. Здесь дается возможность напрямую, во-первых, побеседовать и с органами представительной власти, то есть в лице, допустим, област полкома, горы полкома, землеустроительные службы, налоговые службы, таможенные службы. Открытие международного бизнес-форума не случайно совпадает со стартом фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Организаторы предусмотрели для участников ряд экскурсий, посещений фестивальных мероприятий. Гости получат уникальную возможность познакомиться с самобытной культурой нашей страны. Насыщенная экскурсионная программа будет сочетаться с напряженным графиком работы. В рамках бизнес-форума пройдут самые интересные мероприятия, которые уже не первый год проводят в Витебске областной центр маркетинга. Это 15-я юбилейная выставка-ярмарка «Малый бизнес-фестиваль на Витебске». Это 15-я конференция, направленная на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса Витебского региона. Традиционно в данных мероприятиях принимает участие и департамент предпринимательства, Министерство экономики, наше управление предпринимательством Витебского обл. исполкома. И традиционно уже сложилось, что наши партнеры с России, с Латвии также принимают участие в этих мероприятиях. Хорошей традицией при подготовке к международной конференции по поддержке малого и среднего бизнеса на протяжении последних лет является выпуск каталога «Про Витебск». Это не только рассказ об исторических местах города, но и презентация успешного городского бизнеса. В этом году впервые будет выпущен каталог «Про Витебский регион». Главный лозунг данного каталога будет «Инновация и путь к успешной интеграции». Такое емкое-емкое название и форума, и каталога. Там также мы расскажем, покажем все наши знаковые, брендовые, о брендовых, знаковых предприятиях региона. Мы расскажем и о культурно-событийном туризме во всех регионах области. Мы расскажем основные точки интересные в нашей области. Это энергетика и лесозаготовка. Будет уникальный каталог, который выпускается впервые. Планируется, что в международном бизнес-форуме примут участие представители деловых кругов России, Латвии, Польши, Словакии и других стран. Электронные переводы, отправка посылок и писем, всевозможные платежи. Теперь этими и многими другими почтовыми услугами жители Белева могут воспользоваться в своем микрорайоне. Открытие первого в Белево почтового отделения состоялось накануне Дня независимости. Оно стало 30-м по счетам в городе и оказалось очень востребованным в микрорайоне, число жителей которого приближается к 50 тысячам. Было принято решение, согласовано с горосполкомом все мероприятия. И мы приняли участие в долевом строительстве в жилом доме. И построили для наших клиентов, для нашего города вот такое современное по последним требованиям отделение связи. Отделение связи в Белево оборудовано самой современной техникой. Здесь установлена система электронной очереди, платежно-справочный терминал, с помощью которого можно провести необходимые оплаты наличным и безналичным способом. Клиентам предоставляется возможность пользования абонементными ящиками. В современных условиях также мы и предусмотрели возможность безбарьерной среды для ограниченного контингента нашего населения. Организован подъемник, все условия. Поэтому мы приглашаем всех наших жителей, клиентов. Ну и к празднику 3 июля делаем вот такой вот подарок нашим жителям города Витебска. Первых посетителей просторный светлый зал почтового отделения принимал сразу после того, как была перерезана красная ленточка. Для клиентов был подготовлен сюрприз. Тот, кто отправил в этот день письма первым классам, получил сувенир от Белпочты. Но самым дорогим подарком жители Белева считают открытие почтового отделения с широким спектром услуг. Я, как житель района Белева, очень доволен, что в нашем районе открылось отделение связи такого уровня, современное, востребованное для нашего района. Огромное спасибо нашей любимой почте за то, что порадовали нас, жители Микола Белева, открытием данного отделения связи. Теперь это все рядом, и оплатить, и получить. Мы очень счастливы, надеемся, что оно будет работать долго и успешно. Почтовое отделение номер 36 Витебского филиала Республиканского унитарного предприятия «Белпочта» находится по адресу. Улица Богатырева, дом 32, корпус 1. На славянском базаре в Витебске Она умеет вдохновлять и очаровывать Валерия, 13 июля, 18.00, летний амфитеатр Билеты в кассах Витебска на Тикет Про и Квитки Бай Мы боимся любить, не краснеть задыхаясь Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь Мы боимся любить, ревность ложная мука Мы прошли не вернуть, нежность, страсть и нескука Мы боимся любить, ритм сердца забыв День разлукой прожить, памятленью накрыв Трудно боль пережить, слаще радость, веселье Лучше все позабыть, но почему же мы Мы боимся любить, не краснеть задыхаясь Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь Мы боимся любить, ревность ложная мука Мы прошли не вернуть, нежность, страсть и нескука Мы боимся любить, ищем путь по прямой Душу кровью облить, доступ кода слепой Звук любви обдолжить, чтоб с ума не сойти Лучше все позабыть, но почему же мы Мы боимся любить, не краснеть задыхаясь Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь Мы боимся любить, ревность ложная мука Дни прошли не вернуть, дни прошли не вернуть Нежность, страсть и нескука Мы боимся любить, не краснеть задыхаясь Мы боимся любить, не краснеть задыхаясь Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь Мы боимся любить, ревность ложная мука Дни прошли не вернуть, нежность, страсть и нескука Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь Мы боимся любить, не краснеть задыхаясь Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь Мы боимся любить, ревность ложная мука Дни прошли не вернуть, нежность, страсть и нескука Но почему же мы боимся любить? Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я видел сон, в твоих купался в локонах Огненных Вся из чего Мои сомнения сотканы Тонко Какой чудесный день Моя струится лень На грани просветления Сияет шамбала И нежится душа В нирване воскресенья О, как легко Мои воспоминания Выцелить Кто я такой И почему сбиваются мысли Какой чудесный день Моя струится лень На грани просветления Сияет шамбала И нежится душа В нирване воскресенья Какой чудесный день Моя струится лень На грани просветления На грани просветления Сияет шамбала Сияет шамбала И нежится душа В нирване воскресенья Сияет шамбала Сияет шамбала Сияет шамбала Сияет шамбала Сияет шамбала Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok